Сегодня важная дата, пятилетие пандемии коронавируса по всему миру, подсчитывают убытки от этой пандемии, подводят итоги, как же эти пять лет нас изменили, как коронавирус навредил людям, семьям, экономике разных стран. И правильно ли вели себя власти разных государств, объявляя локдауны или наоборот не объявляя их, как себя проявила современная медицина. В общем, очень много вопросов, которые касаются нас всех с вами. Что пандемия изменила лично для вас? Позвоните в прямой эфир, расскажите, напишите от глобального до локального уровня, попробуем это проанализировать. Что изменилось после пандемии? Такой вопрос мы задавали жителям разных городов. Вот что получилось. Расширились возможности, то есть возможности онлайна, работы онлайна, общения онлайн. Лично я перешла, допустим, на работу в онлайн. И чему я очень-очень рада, до сих пор возвращаться в офлайн не хочу, уже все категорически. До сих пор, уже 4 года не восстанавливается, я запахом плохо чувствую. А так в основном все остальное нормально. Дома делаем дезинфекцию обязательно, и за детьми стали смотреть. У детей приучили мыть руки чаще. Кроме того, маски обязательно. Средства, и домашние средства в том числе, и травы, и промывание носа. Каждое утро дети мы идут в школу. Я стараюсь поменьше находиться в толпе, в каких-то точках, где много народу находится. Но пользуюсь я санитайзером, это обязательно. И стараюсь руки мыть чаще. Когда заболеете, вам чаще маску, чтобы других не заражать. Однозначно надо делать выводы, чтобы внимательно следить за своим здоровьем. Не отказываться от иммунизации, то есть делать прививки своевременно. Мы также понимаем, что болеть сейчас это очень дорого. И более трепетно относиться именно к любым каким-то, так скажем, слабостям, к любым ощущениям недомогания. Поэтому лучше в своевременно обращаться к врачу. Выводы какие? Витамины встали больше. Я потеряла очень много близких мне людей. Считаю, что это страшное дело, ковид. Очень сильно ковид повлиял, мне кажется, даже больше в психологическом плане. Никто никогда не ощущал и всегда в таком замкнутом пространстве. И это было страшно, когда ничего не понятно, неизвестность страшнее всего. И когда мир закрывался от друг друга, такое я даже представить себе не могла. Ценность жизни, она для меня стала важнее, наверное, ценить жизнь. У нас в студии профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии Михаил Костинов. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый день. Мы подводим итоги, 5 лет прошло с даты начала пандемии, с первого зараженного. А мы можем сказать, что мы ее уже преодолели? Что все, больше нет коронавируса, потому что он исчез из первых полос. Мы преодолели ту ситуацию, которая возникла внезапно. То есть настоящее поколение как раз почувствовало, что такое пандемия. Потому что пандемия была последней от гриппа, которая была 2009-2010 год, но она не имела такой масштаб и такие последствия, как коронавирусная. То есть мы сейчас, наше поколение, они почувствуют, что такое пандемия, что может давать пандемия для человека. И, конечно, если взять, какие уроки есть полезные и неполезные, то могу сказать, что действительно нас научило быть строгим относиться. Карантин, вот это как раз, то есть служба педнадзора делала карантин. Дальше нас научили сидеть дома. Нас научило новой пообщаться по зуму. То, что сейчас многие уже ушли в отдаленке от работы. Это как раз цифровая информатика, цифровая медицина у нас хорошо развита. А, кстати, медицин пандемия очень многому научила. Совершенно другим условиям работы. Да, да. Второе, что научил. Научилась именно все мощности, как больницы строились обычно. За три месяца новый комплекс. Вот это тоже впервые у нас в России, за историю России быстро. Научились быстро диагностировать. Потому что, если помните, в начале пандемии диагноз ставили в течение почти трое суток. Потом до сутки. То есть оборудовали всю Россию новое современное оборудование для диагностики. Оборудовали новые такие средства для оказания первой помощи интенсивной терапии. Дальше. Учились вакцину создавать. А, кстати, вакцина была создана просто рекордно быстро. Мне кажется, такого еще никогда не было. Нет, правильно. Никто. Потому что мы были первыми. Дело в том, что как раз именно эти вакцины у нас в России были созданы. Две уникальные вакцины, которые оказались более эффективны, чем это пресловутые, чем это рынковые вакцины и так далее. И именно безопасность вот этих отечественных вакцин была доказана, что лучше и во всем планах. Николай Петрович, вот пять лет у нас уже есть возможность с высоты этих пяти лет посмотреть на все, что было. И все-таки объяснить людям, что это было. Потому что две полярные точки зрения. Кошмар, страшная пандемия с огромной смертностью по всему миру. Такой, что и чихнуть нельзя, и нос за дверь высунуть. А вторая версия манипуляции сознанием. Все раздуто журналистами и политиками. Никакой пандемии уж прям такой масштабной на самом деле не было. Вот вы можете, как ученый, действительно дать определение тому, что произошло, что это было и что это значило для мира. Вы знаете, я посмотрел последние вот эти опрошенные люди, которые... И вот мне понравились последние слова. Вот две молодые женщины. Одна сказала, что я многих потеряла за этой пандемией. Раз. Да, многие с этим столкнулись. И вторая сказала, что я ценю сейчас жизнь. И как раз вот это то, две точки, что это надутое, надутое, все это на самом деле не так, можно ценить по своих друзьям и коллегам, которые скончались. Вот это только мера. Действительно было так или нет? Тоже среди моего круга ведущие такие ученые, которые мы потеряли. Одни потеряли за то, что не могли грамотно лечить, потому что никто не знал за вот это ошибки в лечении. Это естественно. И второе за то, что были уверены, что это ничего страшного и банального. Вот я даю, как разделить вот это мнение, которое чепуха, и мнение, которое действительно опасно. И третий, вот тоже из опроса от слушателей, что это страх. А страх, когда возникает, он бьет по иммунной системе. Именно страх снижает иммунитет и, конечно, возникает. Ну, и страх приводит не всегда к логичным решениям, которые принимаются. Мы понимаем, что можно ругать очень политиков, чиновников разных стран, но они тоже, наверное, впервые с таким столкнулись. Они не знали, как реагировать, и были ошибки, да, и нельзя. Понимаете, вот для медицины я могу сказать, что действительно это было, и это страшно. И эти последствия мы чувствуем до сегодняшнего дня. Ковид вроде ушел, пандемия, но вирус, он остается, и он циркулирует среди населения. И что опасно, вот те, которые болели COVID-19, у них остались дефекты в иммунной системе. И вот сейчас банальный ОРЗ и тяжело протекает. Это первое. Второе еще, что сейчас будем еще изучать и доказать, что вот этот вирус, который такой необычный возник, у многих вызывал такие развития аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний. То есть это болезни, которые сейчас могут возникнуть у человечества после COVID-19. И мы до конца не можем определить, насколько это серьезно. Нет, до конца нет, но дело в том, что последствия, они есть и будут. И третье, что могу сказать, важно. Не зря у нас в России, это единственная страна, которая во время пандемии дал, есть указ Минздрава, что действительно мы должны взять на диспансеризацию тех людей, которые тяжело болели COVID-19. Почему? Потому что тоже не новость. Уже известно, что тот, который тяжело болел COVID-19, у него примерно где-то четверть, где-то одну двадцать пятую, что никогда не вернуться к твоему статусу, который была до болезни. То есть она влияла на статус человека, на статус здоровья. Вот это самое страшное. А когда у человека уже статус страдает, возникают разные проблемы. И социально, экономические, и медицинские, что хочешь. Поэтому здесь я считаю, что это не надутая, а на самом деле была, был вирус. Вирус, который дал себе знать и очень сильно влиял на все, что есть на свете. У нас много звонков. Чувашия, Марина, на связи наша зрительница. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сегодня у меня второй мой день рождения, именно 19 ноября. Пять лет назад меня сняли с ИВЛ. Я месяц провела в реанимации, похоронила 30 человек за этот месяц. Но тогда еще выставлялся диагноз неуточненная пневмония. Вы думаете, что это мог быть ковид? Ну, наверное, потому что потом такая волна пошла сразу, когда вот меня выписывали. И у меня впоследствии, вот как меня выписали уже в конце, перевели в соматическое отделение, был выставлен очень тяжелый диагноз, который инвалидизировал меня. Я сейчас инвалид второй группы, миостыния. А до этого я была совершенно нормально, работоспособна человеком. Вот. Сейчас вот я даже разговариваю, я по телефону разговариваю с одышкой. Чувствуете, да, слышно? Ну, слава богу, что вы выкарабкались, потому что какие-то потери. Ну да, слава богу, что осталось. То есть я большую благодарность хочу передать нашим докторам, нашим Новочебоксарской городской больницам. Очень, как они наблюдали, как вели меня как больную. Врачи-герои, конечно, были во время пандемии. Спасибо вам большое, Марина, за эти добрые слова тоже вам спасибо. Ну, я могу сказать, да, комментарий. Дело в том, что действительно в начале пандемии был такой тоже, что пока не уточняется диагноз конкретный, не ставится пневмония, связанная с ковидом. И тогда так и фиксируют. И я в научной работе пишу, что пневмонию не уточняют. А вам кажется, что число жертв пострадавших от ковида было скорее завышено или занижено? Ну, я не говорю специально, там, искусственно. Вы знаете, я не представитель, поэтому... По вашим наблюдениям. Ну, я думаю, что здесь как таковой заболеваемости истинно не было, потому что всегда ставили из-за болеваемости, когда определились, выявлялся вирус. Но посмотри, что получается. В начале пандемии не было средств диагностики. И для того, чтобы подтвердить диагноз, должны врачи иметь право, когда получают из центральной лаборатории, что есть ковид-19. Фактически у человека это была ковидная пневмония, которая тяжелая течения с поражением. Где-то если в реанимацию она поступает, больше 75% поражений легких. Да и что получается? После этого, когда они оклемаются, значит, все-таки формируются фиброзные изменения. Не у всех людей, а у людей, которые более старшего поколения, то это может приходить фиброз, когда растет ткань. И понятно, сейчас у человека она есть, и говорит, что остеония связана именно с последствием. Потому что вирус повлиял не только на иммунную систему, на бронхи, а на нервную систему. И сейчас многие будут чувствовать дефекты именно в центральной нервной системе. И, конечно, здесь, вот по поводу пневмонии, конечно, в России созданы препараты, которые и сейчас прошли эти испытания, доказательства, что если у человека были фиброзные пневмонии, то есть фиброзная ткань формируется, то благодаря этой субстанции идет регрессия, воспаление, и человек приходит себе в норме. Это есть такие доказатели. Но вот плата за это, да. Да. Звонок из Ярославля. Валерия, приветствуем. Здравствуйте. У меня вопрос к вам. Слава богу, что случилось это безобразие. Показало то, что у нас фактически была развалена первичная медицина при полном попустительстве в государстве, членов Государственной Думы, всех областей и прочее, прочее. Вот такой, да, как это, модное слово, стресс-тест всем системам. Где, чего, тонко, там и порвалось. Да, и пришлось... Делай комментарий. Быстро, да. Ну, я скажу, действительно, у нас было сокращено инфекционные койки, потому что считали, что этой инфекции нету и не будет, и не надо тратить деньги на содержание. И как раз вот это сокращение, вот эта инфекционная койка дала себе знать. И поэтому есть такие, никто, все признают, что не надо было сокращать. Та система, которая была при советской власти, она была хороша, только ее надо усовершенствовать. Ничего старого нельзя удалить. Все остается как память, и для того, на будущее, как делать, чтобы было лучше. И сейчас уже все эти решились эти проблемы. И не зря вот эти инфекционные стационары сейчас переоборудуют. Переоборудуют для чего? Для реабилитации. Для реабилитации. У нас много больных, сердечных сосудов, заболеваний, нужно реабилитации. У нас есть многие, допустим, человек, который уже старше поколение, им нужно тоже реабилитацию, потому что сейчас у нас все большее количество людей будет, которые старше поколения. И мы должны думать, чтобы эта жизнь не была мучительна, чтобы было радостно, чтобы человек жил себе нормально, и все, что мы не знаем. Поэтому то, что построили много, ничего не теряет. Не пропадет, да, лишь бы не пропал. Нет, не пропадет. Это идет только лучше для нас, для нашей страны. Социолог, директор по работе в ЦИОМ с органами госвласти Кирилл Родин сейчас к нам присоединяется. О влиянии на общество, пандемии поговорим. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Самая такая, наверное, примета яркой пандемии – это локдауны массовые в разных странах, с разной степенью жесткости. Но тем не менее, с вашей точки зрения, это было правильное решение. Вот сейчас мы можем уже посмотреть, как они на обществе отразились. То есть они действительно скорее спасли от избыточной смертности, или где-то ее, может быть, и увеличили, с учетом того, что многие люди оказались без экстренной помощи, люди, которые болели чем-то другим, например, или пожилые люди в домах престарелых в той же Европе, которые не могли увидеть своих близких и так далее. То есть мы уже можем сейчас сказать, насколько это решение было правильным или ошибочным? Ну, смотрите, здесь я бы рассматривал это все-таки как комплекс решений. То есть, ну, каждое по себе, оно нацелено на решение каких-то своих задач. В целом, тот комплекс мер, который был принят, ну, я не врач-эпидемиолог, да, поэтому я так, с общественной точки зрения, как вы заметили, рассуждаю. С этой точки зрения оно было, с моей точки зрения, верно. Вот. Другой вопрос, если мы все-таки, а сегодня мы уже можем подводить некоторые итоги, да, сказать, что мы немножко со стороны можем посмотреть на эту ситуацию. Мы видим, что действительно с одной стороны произошли изменения, но за весь этот период, в том числе и таких вот профессиональных дискуссий вокруг этой темы, скажем так, вот экспертное сообщество, с моей точки зрения, разделилось на две части. Были так называемые товарищи, группа экспертов, которые утверждали, что мир уже теперь никогда не будет прежним. Наконец-то настало время для ключевого такого скачка, когда количество, например, количество перейдет в новое качество, общество кардинально изменится, привычки людей кардинально изменятся и все такое прочее и так далее. Была другая ветка так называемых ковида-скептиков, вот ваш покорный слуга скорее к ним относился. И мы говорили о том, что люди очень быстро возвращаются к тем привычкам, которые им свойственны. И действительно, похожим образом, нечто и произошло. Когда закончилась пандемия, в чем и того наследие изменений в общественной жизни с точки зрения пандемии? Ну, во-первых, в сфере трудовых отношений мы действительно увидели, что многие были выведены на удаленку, и с этой точки зрения вот как раз формат удаленной работы, они получили такой толчок к развитию. И сегодня мы даже имеем несколько обратный эффект, потому что удаленные способы работы, они не везде пригодны. Сейчас перед многими работодателям стоит как раз другая проблема, это вернуть людей в офисы, потому что не везде эффективность работы одинаково реализуема в разных областях по-разному. Второй момент, который мы точно получили в качестве наследия, это скачок в развитии маркетплейсов и интернет-торговли. Вот здесь действительно те, кто занимается интернет-торговлей, отмечали это в связи с периодом пандемии, и он сохранился как устойчивая тенденция. С моей точки зрения, каких-либо других значимых изменений дальше мы с вами не увидели. Причем третье, скажем так, направление изменений, это, собственно говоря, изменения, связанные с заботой о собственном здоровье. Были гипотезы, что вот такая непростая ситуация, опыт переживаний собственной болезни и часто тяжелых случаев и своих, и своих близких, он подтолкнет людей и сформирует новый пласт ценностей, более внимательного, более, скажем так, трепетного отношения к своему собственному здоровью. Вот этого, к сожалению, не произошло. Вот мы, ну вот буквально, мы регулярно, ежегодно проводим замеры на эту тему, вот в этом году проводили замеры. Никаких фундаментальных подвижек у нас, к сожалению, с вами не произошло. Пандемия научила нас мыть руки перед едой в ряде случаев. Но в той мере, в какой мы относились к своему здоровью, к сожалению, часто наплевательски, особенно к методам профилактики, да, различного рода заболеваний, к сожалению, здесь ситуация кардинальным образом никак не изменилась. Не изменилась она и сильно в сфере вакцинации. Но здесь надо отметить, что в России традиционно достаточно высокий уровень вакцинации, в том числе детской вакцинации, он один из первых, мы занимаем одной из первых мест в мире, поэтому у нас ситуация была не такая плохая в целом. Но количество антиваксеров у нас никак не сократилось. Но их приблизительно во всем мире, примерно так, 13-15%, где-то у нас их такое же количество. Как было, так и осталось. Ни туда, ни сюда не изменилось. И вот в заключении вы вот очень верно использовали, вспомнили такой термин, стресс-тест применительно к системе здравоохранения. Вот, если резюмировать, то с моей точки зрения, наша система здравоохранения, во-первых, прошла этот стресс-тест в целом, да, не только прошла, но и вышла с большим позитивным результатом. Мы в период пандемии проводили измерения и видели, что... Ну, мы спрашивали, да, как вы оцениваете качество медицинских услуг, которые предоставляются. Мы не увидели там большого скачка, что там стало все хорошо. Но самое важное, мы не увидели никакого провала. Система работала ровно. Как в допандемийные времена россияне оценивали в среднем качество оказания медицинских услуг, так они в период пандемии, несмотря на многократно увеличившуюся на систему нагрузки, но вы помните, больницы просто с колес строили, да, вот за месяцы. Это, скажем так, беспрецедентный такой вот опыт стресс-теста. Система здравоохранения этот опыт прошла. Я думаю, ну, естественно, из этой вот истории вышла гораздо более закаленной в будущем. Спасибо вам большое. Не дай бог событиям. Да, на этом остановимся. Спасибо, Кирилл Родин, социолог. Вышла более закаленной. Значит ли это, что если, не дай бог, случится следующая пандемия какая-либо, там, вирусная или еще какого-то рода, мы к этому больше готовы? Или для нас каждый раз будут какие-то открытия, какие-то неожиданности? Нет, дело в том, что как раз вы взяли мою мысль, что нам дала карьерность. Короче, эта система, то, что этот вирус, нам дала как макет, как мы должны работать. Как санэпидент, служба. Как делать проблемы диагностики, быстро делать. Как грамотно лечить дальше. И как грамотно дальнейшее реабилитируют. Это есть как раз, у нас было то, что нас подготовили к очередной. Было плохо, но с другой стороны, нас готовили, что если будет аналогичная пандемия, но в основном пандемии вызываются вирусами, то мы знаем, как грамотно все это реализовать. Я думаю, что ближайшие 50-70 лет, те, которые еще будут жить, это будет помнить и всегда делать грамотно. Потому что даже взять самое простое, то, что мы научились лечить респираторные инфекции, самое тяжелое осложнение, это остается макет на будущее. Сейчас любой врач, сейчас как раз я читаю лекцию, что как мы лечили во время пандемии имя тяжелого пациента, вы думаете, вот это патогенез болезни, и так вы можете лечить на сегодняшний день. Если возникают аналогичные случаи, которые с тяжелым осложнением. Тоже профилактика. Хотите профилактировать? Да, вакцинация является ведущей, а сопутствующей, как говорили, средства индивидуальной защиты, надо использовать. А врачи, когда считают нужно, однозначно дополнительно называются средства неспецифической профилактики, которые помогут нашим пациентам. А это мы поняли, как надо, что нужно укреплять. Правильно, как грамотно. А мы поняли, чего не надо делать? Какие-то основные ошибки пандемии вы можете назвать? Ну, ошибки о пандемии. Но дело в том, что на эти ошибки все учатся. Я только обернул. Это само собой? Это самой. Поэтому мы про них и говорим. У нас была поздняя диагностика, потому что не было средств. Научились, как диагностировать. У нас неизвестно был патогенез болезни. Поэтому мы не могли грамотно лечить. Почему умирали? Вроде человек умеет хранить заболевание, за три дня его нет. Потому что мы не знали тот патогенез болезни. Что вызывает именно конкретный вот этот вирус? И на сегодняшний день могу сказать, что вот этот вирус, еще пандемических их много. Вот имея в виду, как это было, что происходит в организме человека, на основании тех ошибок сейчас мы можем грамотно лечить дальнейшее. Будет другой вирус, но механизм почти одинаковый. Может меняться по-другому, но типа такая схема, она одинаковая. Нам пишут, что страны, которые не вводили в локдаун, все-таки, да, хочу и вас, мне не специалисты, спросить, меньше всего потеряли людей. Это Белоруссия и Швеция. Как вы относитесь к системе локдауна? Они были вредны и полезны? Это не только Белоруссия и Швеция. Было таки зависеть от правителя. Даже сколько правителей скончались, слава богу, что это живы. Были правительства, которые, сам президент отказался от таких систем. И в конце скончался президент, и страдало население. Понимаете, не может быть бесследно. Потому что есть одно самое важное. Отключаешь систему, допустим, чем больше ты делаешь карантин, тебе, вероятно, будет таких осложнений. Понимаете? Это все знают, что для того, чтобы мне заразиться, нужно человека огородить. Не может пройти. Это ясно и ребенку, что если у ребенка болеешь, отделение будет болеть, допустим, другие дети и так далее. Поэтому здесь нет. Это я не считаю такое. Что все-таки система эпиднадзора, она доказана не только сейчас, и раньше было. Поэтому сказать, что те, которые не делали карантин, это не то. Спасибо вам большое. Михаил Костин был у нас в гостях. Это программа «Отражение». Спасибо всем за то, что провели это время с нами. Увидимся. До встречи.